Всем добра! С вами добрый Данил. И вы знаете, сегодня мы находимся у Миллениума. Миллениум это очень хорошее место, но вы знаете, есть один маленький момент того, что вот парковка, которая на 136 мест находится здесь, недоступна обычным гражданам и туристам, ввиду того, что у нас здесь есть такой замечательный забор. В этом заборе есть определенная замечательная вещь. Это цепи и кольца, скованные одной цепью, скажем так. Все это дело закреплено, и я считаю, что это искусственная преграда для жителей и туристов, которую надо бы убрать. И давайте мы с вами попробуем разобраться в этом деле сегодня. Позвоним 112, что нам скажут. Пожарно-спасательной службой нажмите 1. С полицией нажмите 2. Со скорой медицинской помощи нажмите 3. Со службой газа нажмите 4. Слушай, а нам выходит что, полицию вызывать? Нет, так нам преподаваю нужно. Ждите ответа. Мы нажали с адресом 2. Звоним в полицию. Мы позвонили в службу 02. Вам ответит оператор. Ожидайте. Полиция 02. Каменьцева слышу вас. Да, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, можно ли мне, соответственно, прислать наряд ГИБДД, потому что по адресу Котрость-набережная, дом 53, на проезжей части установлены конструкции, мешающие проезду. То есть, ну, скажем так. А что это конструкция? А металлический забор здесь. Металлический забор, который нужно в мэрию обращаться, причем здесь ГИБДД. Нет, я хочу, чтобы этот забор просто убрали, соответственно, с проезжей части, потому что здесь проезжая часть. Да, соединилась ГИБДД. А, спасибо. Здравствуйте. А мне бы хотелось, соответственно, чтобы вот на проезжей части тут обнаружил препятствующую проезду конструкцию. Вот хотелось бы, чтобы ее убрали. Что за конструкция, что за проезжая часть? А проезжая часть это об адресу Котрость-набережной, дом 53. А конструкция это металлическое какое-то ограждение, то ли забор, то ли чего. В связи с чем она там? Не знаю, в связи с чем просто преградили общегородскую парковку, которая находится у парка Тысячелетия. Мне бы хотелось, соответственно, узнать правомерность установки этой конструкции. И желательно ее ликвидировать, потому что я смотрю, тут знаки, разметка есть для проезда. Да я проехать не могу. Как вам фамилия и имя? Зовут меня Грибов Данил Владимирович. Какой фон ваш? 8-961. Значит, я вам еще рекомендую для того, чтобы утащить, что там за конструкцией и по какой причине она там установлена, сообщить данную информацию и у них спросите в мэрию города. 40-40-40 работают, круглосуточно там, где живут. 40-40-40. Я сейчас им тоже наберу. А подскажите, пожалуйста, нам там разъяснят, по какой причине она там стоит. А ко мне кто-то подъедет? Сейчас нет. Я ваш заявку записал, то есть в порядке очереди, как экипажа собоятся подъедут. Нам тоже дадут там смысл. В течение сегодняшнего дня будет? Да. В течение сегодняшнего дня. А то есть они мне могут заранее чуть-чуть набрать, я тогда по своим делам пока в центре города недалеко буду, чтобы сюда приехать и дать им какое-то разъяснение и уточнить у них ответы. Какое там разъяснение? Если ваш факт подтвердится, мы посмотрим, есть нарушение правил дорожного движения, есть меры применения, нарушение правил дорожного движения. Нет. Все так, как было, так и останется. Ну, а мне как-то кто-то уведомит меня об этом? Или нет? А вот в моем обращении? Ваше обращение будет отработано разово. Я направлю экипаж, чтобы освободиться. Ответа по таким сообщениям по телефону мы не даем. Если вы хотите получить ответ на ваше обращение, делаем фотографии места и обращаемся к нам на сайт 76.гбд.ру, раздел обращения граждан. Оставляем фотографию, сообщаем дату, время, место, где вы это обнаружили. Если вы оставляете свои координаты, фамилии, мечта, где живете, контактные данные в течение 30 дней управления экипажа, вам подготовят ответ. Что было сделано, проверено и так далее. Ну, то есть мне экипаж, нету смысла дожидаться и как-то с ним не позаимодействовать мне, да? Конечно. Если вы будете нужны, ваши контактные данные я записал. Я вам позвоню, свяжусь с вами, попрошу вашей помощи. То есть объяснение там и так далее. Пока позвоните 40-40-40, возможно, там где урны, вам может объяснить, что за мероприятие у них там проходит. Все, спасибо. Всего доброго вам. До свидания. Продолжение следует... Меня попросили позвонить также по номеру 40-40-40, это мэрия круглосуточная, сейчас мы туда позвоним, чтобы уточнить вообще за это дело. Если честно, у меня складывается такое впечатление, что все понимают, что это, ну, просто так здесь стоит, что этого здесь быть не должно. Но на каком-то там уровне есть такая заноза, которая, ну, плевала, что ли, на закон, плевала на мое конституционное право, на свободу перемещения. Причем свобода перемещения, она ведь распространяется не только на пешей прогулке, в том числе и на автомобиле, на дорогах общего пользования. Это дорога общего пользования, здесь есть знаки. Это официальная парковка, которая есть на всех ГИС-картах. И вот такой забор. Ну, звоним 40-40-40. Погиб, Анастасия Витальевна, слушаю. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я позвоню в ГИБДД, мне сказали обратиться, соответственно, в службу мэрии диспетчерскую. Дело в том, что я нахожусь сейчас по адресу Котростяная набережная, дом 53, рядом с КЗЦ Миллениум. И дело в том, что тут искусственное препятствие на дорогах общего пользования в виде металлических конструкций. Я вот хотел... Да, это сегодня ограждали, потому что марафон. Так. Марафон сегодня. Бегут 2000 человек, бежит по центру города. Ага, понял. А то есть это препятствие будет, соответственно, через какое-то время... Конечно, сегодня его уберут, да. А вы поняли, да, это где? Да, я вас поняла. Я вас поняла. Понял. А примерно, чтобы не проверить, что оно действительно было убрано, это в какое время лучше заехать? После 18.00. После 18.00. Спасибо вам большое. Да, классно. Всего доброго. В общем, смотрите, какая тут тема. Сегодня марафон. Бегут 2000 человек. Поэтому это препятствие появилось сегодня на марафон. Но в 18.00 мне обещали, что все это будет устранено. Вы же знаете меня, я же проверю это все дело. А еще, кстати, в ГИБДД я вам не сказал. Мне порекомендовали написать официальное письмо на их сайте. Я думаю, мы это тоже сделаем. Ну и напишем просто везде. Хочу разъяснение, почему такое происходит. Ну, давайте пока на этом все. 18.00. Посмотрим, изменилось что-то или нет. Легу. Легу. И снова прямое включение. Сейчас 18.08, но у меня чуть почти 18.08. Ты все-таки покажи, может кто-то по солнцу ориентирует. Значит, смотрите, солнце прошло, результата нет. Эти конструкции как стояли, соответственно, так и стоят. Давайте уточним, что нам скажут сначала по 40-40. Слушаю вас, здравствуйте. Да, здравствуйте. А я уже звонил ранее. У меня тут такая проблема, что на проезжей части я обнаружил объекты, которые препятствуют свободному перемещению на автотранспорте в городской среде. На Каутерсной набережной, дом 53, это КЗЦ «Миллениум». Мне сказали, что в 18.00 закончатся все необходимые мероприятия, а именно марафон, и препятствие будет устранено. Ну, марафон-то завершился уже? Ну да, мне сказали, в 18.00 все будет уже, соответственно, устранено, и именно препятствия будут убраны, потому что марафон-то давно закончился уже. Ну, значит, уберу, может, с центра просто начали, то есть, и вот, ну, с Советской площади там. А, с Советской площади, соответственно, начали убирать. То есть, мне, как бы сказать, проверяйте только если завтра, да, выходит? У нас-то, видите, нет информации. Там блоки, да, выставлены? А, нет, тут выставлены железный забор. Железный забор? Да. Наверное, сейчас уже начали убирать, но просто начали с центра, я так думаю. Начали с центра? С Советской площади, да. Ну, вы поняли, где это вот объекты? Зона ЮНЕСКО. Ну, «Миллениум», вы сказали? Да, 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 «Миллениум», вот это вот въезд на большую парковку, и вот он перекрыт железным забором. Подрастная набережная. Так точно, дом 53. Ну, 10 минут назад, если вот это все закончилось, так уберут, значит, попозже. Уберут, значит, попозже. Хорошо, тогда проверю завтра. Спасибо вам, всего доброго. До свидания, всего доброго. Ну, что ж, бюрократический механизм, они и есть бюрократический механизм. Нам сейчас только что сказали, что сейчас убирают на советской площади все это дело. И, возможно, дойдут до сюда. Мы завтра с вами еще попробуем глянуть. Получилось, не получилось у них, убрали, не убрали. И дополним наш репортаж. Но, если вообще-то нечего, то это, конечно же, не дело. Ну, а с вами был пока на сегодня добрый Данил. Надеюсь, завтра он будет таким же добрым. Добра! Друзья, в общем, сегодня уже 6 число. То есть прошел день. До сих пор ограждения стоят. Что ж, давайте, соответственно, позвоним и уточним, почему такое произошло. У нас ведется запись телефонной звонков. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Ваша позиция в очереди. 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором. Благодарим за терпение. Слушаю вас. Да, здравствуйте. Меня зовут Грибов Данил. Я вот вчера два обращения делал по поводу того, что рядом с домом Котростной набережной, дом 53, установлены металлические ограждения, которые мешают проезду граждан и туристов города на парковку. Рядом с парком Тысячелетия. Мне вчера сказали, что это было установлено в связи с марафоном. Обещали в 18 часов все это дело убрать. В 18 часов обещали, что уберут к 20 часам. Сегодня следующий день. Вот хотел уточнить. Там до сих пор стоят эти ограждения, да? Да, все верно. Когда вы обращались к нам? Я обращался вчера в 14.30 и вчера в 18 часов 15 минут. Сейчас надо искать. В общем, вы говорите, что сейчас там до сих пор еще пока все стоит. Да, вот этот металлический забор, который прямо дорогу всю перекрывает. Котростная набережная? Да, Котростная набережная, дом 53. Это между КЗЦ Миленеум и Парком Тысячелетия. Как вас зовут еще раз? Меня зовут Грибов Данил. Сейчас запишу заново, будем передавать тогда. А вот мне можно как-то узнать статус решения вот этой вот проблемы, что ли? Так, ну, возможно, было не убрано из-за того, что выходной день был. Но я как бы буду сейчас уточнять. Телефон-то ваш, сейчас подожди, я посмотрю, у меня должен был выстрелить. Скажите телефон. 8-961. Я сейчас попробую уточнить, вам перенаберу. Да, спасибо. В общем, тут какая, какое дело-то получается у нас? Получается то, что должны убрать были, но, соответственно, не убирать. Сейчас узнают статус. Может быть, понимают, что, думаю, что это не те ограждения. Ну, будем разбираться, я этого так не оставлю. Спасибо. 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 Спасибо.